Трудные места писания с библейским порталом Экзегет. Павел ближе к концу второго послания Коринфяна в 12 главе пишет о некоем человеке, восхищенном до третьего неба. Синодальный перевод. Разве только немощами моими. Традиционное представление, что здесь Павел говорит о себе. И смотрите, он вообще-то в предыдущих главах довольно много говорит о своем достоинстве или недостоинстве. Он говорит, хвалиться мне особенно нечем, да вы снисходительно ко мне, вообще много у вас ко мне вопросов, так что не обращайте особенного внимания на меня как на личность, прислушивайтесь к тому, что я говорю. И говорит, да вот и похвалиться бы чем-то. В 11 главе он называет свои такие подвиги ради веры, опасности, через которые он прошел, испытания, которые он перенес, унижения, побои, да вообще очень много всего. И говорит, ну это не повод хвалиться. Ну как не повод? Он ветеран этого движения, да, он инвалид этого движения, да, палками били сколько раз. И уж кому как не ему сказать, я-то имею право вам говорить, да, я не из книжки вычитал, я через все это прошел. А он говорит, да нечем мне хвалиться, вот некий человек был восхищен до третьего неба. Мистический опыт, он даже не знает какой это опыт, в теле или вне тела, то есть что это было, видение или действительно некоторое вознесение, он даже не пытается с этим разобраться. Разве не интересно? Но его позиция в том, что человек собой не хвалится вообще, а человек хвалится тем, что через него открывает Бог, и хвалится тем самым Богом. Вот одному Богу слава, принцип, который часто звучит в христианском мире, гораздо реже, к сожалению, соблюдается, нежели произносится, он как раз об этом и говорит. И он говорит, человек был восхищен в рай, слышал неизреченные слова. Какие? Разве это не важно? Разве это не интересно? Разве не нужно поделиться мистическим опытом? Для чего ты все это говоришь? Ты говоришь, не буду хвалиться. Ну, так расскажи о событии. Наверное, что-то очень важное, значительное, ценное было. Слушайте, когда Моисеев зашел на гору Синаи, с ним беседовал Господь, об этом сказано, но не сказано, что они говорили друг другу. Он вернулся с законом, да, с скрижалями завета, это понятно, и тех скрижалей дальше приведен. Это то, что он принес дальше в мир, но его богообщение осталось таинственным. Говорится, он 40 дней там пребывал. За 40 дней сколько всего произошло, и ни слова об этом. Только что 40 дней. Ничего о содержании этих бесед. Разве не странно? Так и здесь Павел восхищен, слышал неизреченные слова. Какие слова? Может быть, это очень важные для нас вещи. Уж что, что это бы пересказал, как пересказывает книга «Деяния», подробный его опыт обращения по дороге в Дамаск, да? Ну, вы скажете, там Лука, он не про себя рассказывает, а здесь Павел про себя, это он из скромности. Он говорит, нет, я там что-то слышал. Если бы это было важно, он бы так не говорил. Вот, вы знаете, мне кажется, здесь Павел с удивительной тактичностью оставляет место для тайны богообщения. Своей, но и другой тоже. То есть, есть вещи, которые остаются между Богом и человеком. И не нужно торопиться их всем рассказать. Это, в общем-то, и невозможно на самом деле. И он может похвалиться тем, что этот опыт был. И, может быть, всё то, что он говорит в этом послании, в других посланиях, всё то, через что он прошёл, за что его палками били, за что вообще убить пытались даже. Вот, может, оно всё оттуда и родилось. Просто, когда Моисей спускается с горы Синаи, он не рассказывает, у меня было тонкое духовное переживание, я 40 дней находился, знаете, в таком общении. И вот я, он «я» слово не произносит вообще, точнее, он произносит «я, Господь, Бог твой», цитируя слова Божьи, да, те, которые обращены к миру, те, которые обращены к израильскому народу. Павел делает примерно то же самое. Вот этот мистический опыт был, он невероятно важен. Мне кажется, что вообще человек, не переживший такого опыта, он не станет верующим. Или станет им из моды, из интереса, из любопытства, из чего-то ещё, но это не задержится. И только этот опыт даёт человеку основания говорить «Бог есть». Не в книжке написано, что он есть, а «Бог есть», в моей жизни есть. Вот у меня есть этот опыт общения с ним. Но пересказать его для Павла было невозможно. Ну, а если уж Павел не смог, то довольно трудно, наверное, придётся и всем остальным. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.